Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Пробуждение было болезненным. Дневная смена прошла для Лены тяжело, а теперь ломила спину и сил практически не осталось. Ворочаясь на жесткой постели, она отчаянно пыталась принять удобное положение, когда раздался телефонный звонок. Лена вздрогнула и на автомате потянулась рукой к прикроватной тумбочке, где лежал ее старенький смартфон. «Алло?» На том конце провода послышалось недовольное сопение, после чего грубоватый мужской голос спросил. «Тимофеева, ты спишь что ли? Алло, Тимофеева, ты на связи?» «Нет, не сплю, Валерий Андреевич, вы что-то хотели?» Прогнав остатки сна, спросила Лена. Звонок заведующего отделением посреди ночи, откровенно говоря, застал ее врасплох. Наверное, укладываясь спать, Лене нужно было включить беззвучный режим, но она этого не сделала и теперь сильно об этом пожалела. «В общем так, Тимофеева, собирайся, нужно выйти на смену. Сменщица твоя не явилась, хотели справиться своими силами, да только не вышло. Давай, вызывай такси, я все оплачу», — сказал Валерий Андреевич и, не дав Лене ответить, прервал звонок. Молодая санитарка, нехотя встала с кровати, понимая, что отвертеться не удастся. И зачем ей только все это нужно? Отработала днем, а теперь еще и в ночь выходить? Ну где справедливость? Отгул ведь потом ни за что не выпросить. Но, если откажешься, уж точно ничего хорошего не ждет. И зачем она вообще пошла в хирургию? Вечно там все неспокойно. То одно, то другое. Говорили же ей, иди в отделение попроще, терапию там или неврологию. Хотя труд санитарки тяжел во всех его проявлениях, где бы ты ни работала. Умывшись холодной водой из-под крана, Лена быстренько оделась и тихонько вышла на улицу. Входная дверь предательски скрипнула, заставив ее вздрогнуть. Хоть бы хозяйка не проснулась, мелькнула в голове Лены. Дело в том, что вот уже третий месяц она снимала флигель у Маргариты Степановны, которая хоть и взимала за него небольшую плату, а все же доставляла ей немалый дискомфорт. То Лена слишком рано встает, то мусор не вынесла или свет в прихожей не погасила. К счастью, в это время суток Маргарита Степановна спала крепким сном и не слышала, как ее постоялица пошла на работу. Воспользовавшись предложением начальника, Лена вызвала такси. Ждать пришлось около десяти минут. То ли свободных водителей на линии не оказалось, то ли время было не самое подходящее для поездок. Пританцовывая на месте от ночной сырости, она мысленно ругала себя за сговорчивость и безотказность. Ну вот отказала бы и ничего страшного, а еще лучше телефон бы отключила, а? Несмотря на то, что стояла весна, на улице было довольно прохладно, отчего у нее зуб на зуб не попадал от холода. Наконец впереди показались огнифар, и она облегченно выдохнула. Ну наконец-то. Таксистом оказался приятный мужчина лет пятидесяти, который не стал задавать лишних вопросов и просто отвез санитарку туда, куда ей было нужно. Платить за услуги пришлось самой Лене, поскольку у входа в клинику ее решительно никто не встречал. Ну вот, а еще говорил все о плачу, только давай быстрее. С грустью достав из кошелька последние деньги, подумала она. Лена покачала головой и поспешила к двери корпуса хирургии. Как выяснилось позже, заведующего отделением вообще не было на месте. Он уехал за пять минут до ее прихода. Была лишь дежурная медсестра, Катя, которая вкратце обрисовала ситуацию. Тут пациента одного привезли, без сознания, с острым аппендицитом. Так Валерий Андреевич ему лично операцию проводил. Из-за этого в отделении такая суета. А тут еще сменчиться твоя, Наташка, снова на работу не вышла. Лена с удивлением посмотрела на медсестру. А что же это за пациент такой, что сам заведующий операцию лично ему проводил? Ну, вроде бизнесмен какой-то. Андрей Скоробогатов, по-моему. Я-то в лицо его раньше не знала, но заведующий уж очень перед ним выслуживался. Знал, зачем реверансы отвешивают. Лена понятливо кивнула и пошла переодеваться. Видимо, Валерий Андреевич решил в очередной раз проявить инициативу и показать состоятельному пациенту, что в его отделении царит идеальный порядок. Лена работала в хирургии около полугода и давно привыкла к фокусам своего шефа. Вот и сегодня. Ради того, чтобы выслужиться и показать полный состав персонала ночной смены, он лишил санитарку покоя и сна. «Ладно, чего уж теперь, все равно ничего не поделать», с грустью идя по коридору, подумала Лена. По сути, ночная смена была не так уж плоха. В определенной мере даже лучше дневной. Работы мало, начальство не трогает. Знай, работай, себя потихоньку и больных не беспокой. Проходя мимо одной из палат, Лена заметила, что дверь приоткрыта. Решив, что ее забыла закрыть медсестра, она подошла ближе и услышала очень странный звук. Конечно, она не могла знать наверняка, что именно это было, и лишь прислушавшись немного внимательнее поняла. Это звук мужского голоса. Чуть слышного, но в то же время весьма отчетливо звучавшего в тишине ночной палаты. Лена подошла к двери и догадалась, что здесь на лечении находится тот самый новенький. «Бизнесмен Старобогатов или как там его?» «Наверное, после операции пришел в себя», — подумала Лена. Вообще-то, входить в палату пациента ей не хотелось. Да и, собственно, зачем? Для этого есть дежурная медсестра, которая сама разберется, что к чему. Впрочем, голос этого пациента показался Лене каким-то странным. «Подойдите ко мне. Пожалуйста. Это очень важно», — прошептала он. Лена вздрогнула. «Неужели он обращается к ней?» Санитарка тихонько приоткрыла дверь и увидела, что парень смотрит на нее и, очевидно, хочет что-то сказать. «Вам плохо? Может, медсестру позвать?» — с тревогой спросила Лена. «Нет, не нужно медсестры. Я хочу вам сказать кое-что важное», — слабым голосом сказал парень. Все еще не понимая, что происходит, Лена подошла ближе и посмотрела в мокрое от пота лицо пациента. «Прошу, помогите мне, пожалуйста. Зайдите по этому адресу и скажите, что у меня все в порядке. Запомните, улица Лесная, дом номер 7. Я вас очень прошу». Лена с удивлением посмотрела на него, все еще не понимая, что происходит. «А что я должна буду сказать?» Вопрос санитарки буквально повис в воздухе, поскольку ответа на него она так и не дождалась. Парень потерял сознание, а датчики, присоединенные к его телу, вдруг призывно запищали, заиграв всеми цветами радуги на мониторе. Лена вздрогнула и, бросив дверь открытой, выбежала в коридор. «Кать, Кать, там новенькому плохо, датчики сработали!» – ворвавшись в сестринскую, воскликнула санитарка. Катерина с тревогой посмотрела на нее, а потом быстрым шагом направилась в палату. При этом отказалась от помощи санитарки, намереваясь разобраться во всем сама. И это при том, что за плечами у Лены было незаконченное медицинское училище. С тревогой следя за действиями медсестры, сквозь щелку неплотно прикрытой двери, она увидела, что та поправила что-то из датчиков, и все снова пришло в норму. Правда, сам больной по-прежнему находился без сознания, что заставило Лену испытать волнение за его состояние. Смахнув испарину со лба, Катя вышла в коридор и, едва ли впервые за всю смену, улыбнулась. «Да не переживай ты так, нормально все будет. Аппарат старый, все время дает сбой. Нужно обязательно заведующему сказать». Лена кивнула, мысленно вспомнив слова больного перед тем, как он потерял сознание. Что именно он имел в виду, когда просил зайти по указанному адресу, и почему решил воспользоваться таким способом связи? Все это казалось очень странным. Но говорить об этом медсестре она все-таки не стала. Постеснялась, наверное. А может, не сочла слишком важным, чтобы цитировать это вслух? «Что? Понравился, небось, Лен? Только честно. Вижу ведь, как глаза у тебя загорелись!» С улыбкой спросила Катерина. «Да ну, скажешь, тоже понравился. Кто я и кто он? Нет, у нас ничего общего и быть не может. Уж слишком разные мы», — возразила Лена. Но у медсестры уже сформировалось свое мнение на этот счет, и переубедить ее было практически невозможно. Несмотря на то, что пациент на какое-то время пришел в себя, его состояние оказалось довольно тяжелым. Весь остаток смены прошел в атмосфере нервозности и тревоги за жизнь Андрея Старобогатого. Катя даже пришлось пару раз вызывать дежурного хирурга, который все это время был на телефоне. Заведующего отделением, напротив, решили не беспокоить. Уж слишком часто Валерий Андреевич срывал злость на своих подчиненных, которые боялись его как огня. С трудом дождавшись конца смены, Лена облегченно выдохнула и пошла домой. Выйдя из клиники, она поприветствовала знакомого фельдшера-скориста, скорой помощи, который с улыбкой спросил. «Ну, как там пациент этот? Что ночью привезли? Нормально?» «Да вроде ничего, Толь. Правда, состояние его нестабильное, видимо, поздно обратился. Едва перитонит не начался, Анатолий нахмурился». «Да уж, странный выезд, конечно. Скорую вызвали очевидцы, когда он в парке сознание потерял. Повезло, что парочка влюбленных домой возвращалась, а тот так и погибнуть недолго. Сам без сознания, а в кармане водительское удостоверение на имя Андрея Старобогатого лежало. Фотография вроде бы соответствует. Нам-то следственные мероприятия проводить некогда, сама понимаешь. Пациента спасти главное». Лена кивнула и, не желая развивать этот разговор, сослалась на головную боль. «Ну, это не мудрено. Считай, не отдыхала совсем. Иди, конечно», – миролюбиво сказал фельдшер. Она помахала рукой на прощание и поспешила к автобусной остановке. Утренний час пик был в самом разгаре, но голова ее была занята совсем другими мыслями. В какой-то момент Лене показался странным тот факт, что, имея шикарный автомобиль, Андрей Старобогатов оказался в парке, где чуть было не погиб от осложнения аппендицита. А еще, это его просьба. Странная какая-то. И причем здесь улица лесная? Там, что живут его родители? Или, может, жена? А может, невеста? Вопросов было так много, что у нее с непривычки закружилась голова. Из-за этого она едва не забыла оплатить проезд, чем сразу вызвала недовольное ворчание женщина-контролера. «Куда это так спешим, дамочка? Сначала оплачиваем, потом усаживаемся. Деньги вперед, знаете ли!» Лена обернулась и смущенно покраснела. «Сейчас, сейчас, я быстро!» Но когда санитарка извлекла из сумочки кошелек, то сразу вспомнила, что ночью отдала последние деньги таксисту, когда спешила попасть на смену. «Эх, если бы не эта ночная поездка!» «А что теперь говорить, когда в кошельке не копейки?» «Да и заведующий отделением, тоже хорош. Сам обещал, но так ничего и не оплатил. Скряга, что и говорить, что тут крот из дюймовочки». А контролер уже чувствовал себя хозяйкой положения. «Ну и долг там копаться будешь? На час пить, небось, понадеялась. Еще скажи, что я не права. Знаю я вас, зайцев, без билетников, за версту чувствую». Щеки Лены вспыхнули от стыда. «Но зачем вы так? Я же не первый раз пользуюсь этим маршрутом и всегда оплачивала». «Да мне хоть первый, хоть сто тридцать первый! За проезд будь добра, заплати!» Упиваясь чувством собственной власти, заявила контролерша. В свою защиту сказать ли не было нечего. Менем автобус плавно тронулся с места, и теперь она не могла выйти на той остановке, где зашла. Вынуждена была ехать до следующей. Тем временем контролерша явно не собиралась успокаиваться и продолжала свои нападки, пугая Лену вызовом транспортной полиции. «А чтобы этого не случилось, милочка, плати штраф. Да-да, у нас сейчас с этим строго. Безбилетный проезд запрещен. И жалобить меня не нужно. Сердце у меня кремень. И не таких аферистов на чистую воду выводило». В глазах Лены блестели слезы, вызванные не столько обидой, сколько усталостью и ощущением безвыходности ситуации. «Хорошо, я все оплачу. Но только дайте мне добра и хотя бы выпустите на следующей остановке. Хотите, можете переписать мои паспортные данные или взять документы в залог. Да все, что хотите, но только оставьте меня в покое. Я целую ночь провела в отделении хирургии. Я санитарка, понимаете?» Не сдержалась Лена. Но переубедить контролершу было очень и очень тяжело. В этот момент кто-то легонько толкнул Лену в плечо. Она обернулась и увидела перед собой мальчишку лет восьми, который протягивал ей деньги для оплаты проезда. «Вот, возьмите, пожалуйста, здесь как раз хватит». Еще никогда раньше ей не было так стыдно. «Ну вот, опустилась дальше некуда. Уже мальчик мне проезд оплачивает». Пронеслось у нее в голове. Увидев, что у безбилетницы нашелся защитник, контролер заметила. «Зря ты деньги ей даешь. Наверняка ведь мамка на пирожок в школе выделила. А ты, ты, мошенница, последнюю мелочь из кармана выгребаешь. Поверь мне на слово, такие, как она, за счет других только и живут. Им так удобнее. Одного обмануло другого. Глядишь, к вечеру денежка ископилась». Сложно сказать, чем закончилась бы эта перепалка, если бы паренек мягко не отстранил Лену и не направился прямиком к женщине-контролеру. Протянув деньги, он сказал. «Вот, возьмите, здесь как раз под расчет». На мгновение в салоне воцарилась тишина, которая нарушалась лишь гулом следующего по маршруту автобуса. Поскольку отказываться от предложенных денег контролеру было неловко, она тут же взяла их из рук мальчишки и убрала в карман, который служил ей своеобразной кассой. Смерив презрительным взглядом Лену, она многозначительно ухмыльнулась, после чего заняла место рядом с водителем. Посмотрев в глаза спасителю, санитарка прошептала. «Спасибо тебе, дружок. Даже не знаю, что бы делала, если бы не ты. А ты что, один путешествуешь?» Мальчик улыбнулся. «Да вот, нужно было бабушке в аптеку за лекарствами съездить. У меня как раз дача осталась. Вот я за вас и заплатил». «Я обязательно тебе верну деньги. Скажи, где ты живешь? Или, если не сложно, можешь зайти ко мне домой? Я дам тебе». Встревоженно спросила Лена. Откровенно говоря, ей стало неудобно от того, что ее спас маленький мальчуган, у которого болеет бабушка. Мальчишка помедлил немного, а потом сказал. «Да нет, не нужно мне денег, тетя. Мне кое-что другое нужно. А если вы не слишком заняты, то проводите меня, пожалуйста, домой. Там на улице хулиганы, и я боюсь, что они заберут у меня пакет, выбросят бабушки на лекарства в урну. Они уже не первый раз ко мне пристают, и поэтому я пытаюсь ходить или рано утром, либо поздно вечером». В глазах Лены появилась жалость. «Конечно, конечно, как скажешь. А времени у меня хоть отбавляй. Я же сегодня в ночную смену отработала, так что могу тебя проводить домой. Ты где живешь? И, кстати, как тебя зовут? Я Лена». Мальчик помедлил немного, потом сказал. «Меня зовут Коля. А живу я на улице Лесной, дом 7. Знаете, может, нет?» От удивления Лена едва не лишилась чувств. «Как? Как ты сказал? Улица Лесная, дом 7?» Паренек с недумением посмотрел на свою новую знакомую. «Ну да, дом 7. А что такого? Мы в нем с бабушкой живем. Родители погибли при пожаре, вот мы с ней только одни и остались. Правда, нам еще дядя Кирилл помогает, но он почему-то сегодня к нам не зашел с утра, хотя обещал помочь с лекарствами для бабули». Последних слов мальчика Лена уже не расслышала, поскольку в голове с эффектом заезженной пластинки зазвучала только одна фраза. «Улица Лесная, дом 7». «Улица Лесная, дом 7». «Улица Лесная, дом 7». Ведь именно этот адрес ей назвал Андрей Старобогатов, прибывая в бреду в палате ее отделения. Окинув своего нового знакомого внимательным взглядом, она сразу поняла, что паренек точно вырос в небогатой семье. Одежда смотрелась простенько и была изрядно понушенной. Вполне возможно, она и вовсе принадлежала раньше кому-нибудь другому, например, двоюродному старшему брату или еще товарищу постарше. Лена и сама росла в подобной семье. Знала, каково это, донашивать вещи после своих сестер, а иногда даже и братьев. Но что могло связывать бизнесмена с этим маленьким мальчиком и его больной бабушкой? Неужели они были знакомы? А может, это его родственники? Вопросов было слишком много. И задавать их сразу Лена не решилась. Вместо этого постаралась как можно мягче узнать о том, знаком ли Коля с самим бизнесменом или нет. «Слушай, а ты такого старобогатого Андрея не знаешь?» Коля на миг задумался, а потом с уверенностью сказал. «Нет, точно не знаю. Первый раз эту фамилию слышу. Я же говорю, к нам дядь Кирилл заходит иногда, ну, когда у него свободное время есть. Всегда помогает. Магазин ходит в аптеку. А еще он в самообороне меня кое-какой обучил, чтобы я хулиганов не боялся. Но их все равно больше, и берут меня числом. А если один на один, то я любому из них наваляю». Лена улыбнулась. Рассказ Коли звучал так трогательно, что задел в ее душе самые болезненные струны. «Не переживай, Коль, разберемся. Я, может быть, и не дядя Кирилл, но тоже кое-чего в самообороне понимаю. Меня когда-то в детстве отчим обижал. Так я даже в секцию самбо записалась. Правда, ходила недолго, но пару приемчиков разучила и провести смогла». Глаза Коли вспыхнули от радости. «Ух ты, настоящих приемов! Таких, чтобы меня ни один хулиган тронуть не смог!» Лена погладила его по плечу. «Да, именно таких. Если хочешь, могу тебя научить. Только отрабатывать их придется долго. А еще, пообещай мне никогда не обижать тех, кто относится к тебе дружелюбно. Это такая философия, понимаешь? На которой основаны все восточные единоборства». Теперь Коля смотрел на свою новую знакомую совсем другими глазами. Поскольку ему нужно было выходить намного дальше, Лена намеренно пропустила свою остановку, чтобы выйти вместе с ним. Увидев, какой район привез ее автобус, она поняла все без слов. Конечно же, бизнесмен не мог жить в подобном месте, поскольку это место считалось одним из самых неблагополучных в городе. Выйдя из автобуса, Лена взяла Колю за руку и пошла вслед за ним по тротуару. Как и предсказывал мальчишка, хулиганы действительно попытались его обидеть. Впрочем, увидев, что рядом с Колей стоит взрослая женщина с решительным видом, они поспешно ретировались и прекратили преследование. «Спасибо, тетя Лен, ты настоящая волшебница. Они даже от одного твоего вида разбежались, кто куда», с гордостью сказал паренек. Она лишь отмахнулась. «Да ладно нахваливать, это они просто о девчонку руки марать не захотели». Чем дальше они шли по улице, тем угрюмее выглядели дома, которые были похожи друг на друга, как братья-близнецы. Наконец, свернули в неприметный переулок и оказались на улице Лесной. О которой Лена узнала из минувшего ночного дежурства. Просчитав нумерацию построек, она довольно быстро увидела, где именно находится дом номер семь. Наверное, даже на этой улице он выглядел хуже всех остальных. Покосившийся на один бок, с облупившимися стенами и черепицей, покрытый зеленым мхом. Ржавая калитка тихонько скрипнула, когда Коля привычно потянул ее на себя. Перехватив удивленный взгляд гости, мальчик пояснил. «Так это еще ничего, мы и похуже жили, тетя Лен. Это нам дядь Кирилл помог. Забор починил, ворот поправил. А то, что калитка скрипит, так это даже удобней. Сразу слышно, что кто-то во двор заходит». Лена, понимающий, кивнула, так как была немного шокирована увиденным. Коля же, зайдя на крыльцо, открыл входную дверь небольшим ключиком, а затем быстро переступил порог. В лицо сразу пахнуло какими-то пряностями и неуловимым запахом медикаментов, к которому она так привыкла на работе. «Бабуль, я вернулся. Все нормально, лекарства купил. Правда, ликопластырей не было. Ну ничего, в следующий раз забегу в аптеку и докуплю». Откуда-то из глубины комнаты послышался приглушенный женский голос. «Ой, спасибо, Коленька. Что бы я без тебя только делала. Проходи, проходи. Я там супчик тебе сварила и пирожки вчерашние разогрела. Так что давай, позавтракай, солнышко. А то я тебя ни свет ни заря в аптеку погнала, даже покормить не успела». Лена выразительно посмотрела на мальчика, словно спрашивая, уходить ей или остаться. Коля понял все сразу и тут же сказал. «Бабуль, а я тут тетю Лену в гости привел. Она хорошая, от хулиганов меня защитила, а я ей в автобусе помог. Можно она со мной позавтракает и с тобой поговорит? Я слышал, тетя Лена в больнице работает санитаркой». В комнате на мгновение повисла пауза, а затем тот же женский голос сказал. «Ну, раз человек хороший, пусть проходит, я не против. Правда, выгляжу сейчас не очень, хотя бы причешусь перед зеркалом, а то совсем как пугало выгляжу». Лена, понимающая, улыбнулась, проявив солидарность с пожилой женщиной. Коля же быстро скинул обувь и в припрыжку побежал с пакетом лекарств в руках прямиком к бабушке. Лена покорно шла следом и вскоре оказалась в небольшой комнатке, которая служила бабуле спальней. На кровати сидела сухонькая женщина лет шестидесяти с добрыми серыми глазами и задорными ямочками на покрытых сетью морщин щеках. «Здравствуйте, меня зовут Елена». «Лена Тимофеева». Пожилая женщина помедлила немного, а затем ответила. «А я Нина Павловна, Колина бабушка. Спасибо вам за то, что не оставили внучка в беде. Хулиганы эти вечно Коленьку моего задирают. Он ведь щупленький такой, весь в отца. А они здоровенные лбы. На три-четыре года его старше. Вот и обижают. А еще число он берет. Эх, жаль, Кирилл куда-то пропал. Уж он нам помогал, так помогал. Дай бог ему здоровья сердешному». Лена мельком осмотрела комнату, в которой жила Нина Павловна, и не смогла не отметить бедности и убогости помещения. Оно и понятно. Больная пенсионерка, воспитывающая внука в одиночку. Откуда что взяться деньгам? Увидев, что пауза немного затянулась, Нина Павловна предложила пройти к столу. Вскоре перед гостей встала тарелка ароматного пахнущего супа вместе с парочкой пирожков, заботливо уложенных на блюдце. Проголодавшийся за время прогулки Коля с аппетитом орудовал ложкой и не обращал на Лену практически никакого внимания. Она же с умилением посмотрела на мальчишку, в очередной раз поймав себя на мысли о том, что если бы у нее пять лет назад не сорвалась беременность, она сейчас бы обязательно растила вот такое же маленькое чудо. По сути, в том, что произошло, ее вины не было. Это тогдашний жених Володя был без ума от быстрой езды и автомобилей. Однажды он усадил беременную невесту на переднее сидение и решил показать возможности своего нового автомобиля. Закончилось все очень печально, поскольку молодой лихач не справился с управлением и вылетел в кювет. Весь удар пришелся на пассажирскую сторону, а сам виновник ДТП отделался парой царапин. Лене же пришлось провести в больнице около трех месяцев, показавшихся ей настоящей вечности. Конечно же, ребенка она потеряла, ровно как и узнала от врачей суровый приговор. Скорее всего, детей в своей жизни она больше иметь не сможет. Володя приходил к ней около месяца, а потом бросил это занятие, ограничившись только звонками. Со временем и звонки понемногу сошли на нет, что доставило Лене неимоверные страдания. Все это пронеслось сейчас перед ее глазами как один миг, оставив в душе глубокую саднящую царапину. Почувствовав перемену в настроении гости, Нина Павловна спросила, «А вы, Леночка, в больнице работаете? Тут я смотрю, Коля уже успел с вами хорошо познакомиться». Лена смущенно опустила глаза. «Да, вы правы, санитаркой тружусь. Вообще-то мечтала стать медсестрой, но так уж вышло, не смогла закончить училище. Попала в аварию, а потом какая уж там учеба. Вот и стала санитаркой. Мне так проще. Снимаю домик небольшой, скорее флигель. Живу, работаю. А сегодня ночью меня срочно вызвали. Отдала последние деньги на такси, а домой решила вернуться на автобусе и, как по заказу, попала на контролера. Вот ваш внук меня и спас». Нина Павловна улыбнулась. «Да, Коля у меня хороший. Жаль только моя дочка с зятем этого уже не видит. Погибли на пожаре бедоложки. А Коля как раз был в детском саду. Это его и спасло». Лена сочувственно кивнула и отставила пустую тарелку в сторону. Суп, приготовленный Ниной Павловной, показался ей просто божественным. «Спасибо вам большое. Давно я так вкусно не ела. У вас определенно есть талант. Я вот что ни сделаю, обязательно или подгорит, или наоборот не дожарится». Нина Павловна подмигнула гостей. «Ну, милая, готовки я учил, и считай, всю свою жизнь. Я же поваром работала. И не где-нибудь, а в лучшем ресторане города. Он сейчас закрыт. Да ты, наверное, его знаешь. Волна, тот, что в центре. Добротное такое здание еще с советских времен осталось». «Да, знаю его», – улыбнулась Лена. «А я бы и не подумала, что вы повар». «Ну, Леночка, это долгая история. Кулинарный мазам меня еще бабушку научила. Она чуть ли не у самого царя готовила. Вот мне ее чудо-способности по наследству передались. Хотя я, конечно, не верю, что бабуля моя царским особам на стол подавала. Но заблуждаться ведь так приятно». «Да, согласна с вами», – улыбнулась Лена. «А что ж, помощник ваш Кирилл, почему не приходит?» Вопрос заданной гостей невольно огорчил Нину Павловну. Хозяйка вдруг побледнела и резко изменилась в лице. «Ой, не знаю, Леночка, где пропал наш Кирюша? Такой хороший парень, правда бездомный. Подрабатывает на рынке, а иногда и на свалке городской, что-то ищет там. И пес при нем такой замечательный, Байкалом зовут. А сегодня?» «Ждали, ждали». Кирилл как раз в аптеку должен был сходить, но ни пса, ни Кирюши не было. Вот теперь ломаю голову, где он запропастился. Как бы чего доброго в передрягу не попал. Лена внимательно посмотрела в глаза Нине Павловне. «А у вас случайно фотографий этого самого Кирилла нет? Ну или хотя бы опишите, какой он из себя?» Пожилая женщина всплеснула руками. «Да откуда ж у нас фотографии, Леночка? У нас-то и фотоаппарата нет, да и телефонов этих модных с камерами тоже. Но описать могу. Внешность, да, вроде самая обычная. Средний рост, волосы темные, а еще голос приятный. Прям что тот мед для ушей. У слады, что и говорить». Лена задумалась, подперев ладонью щеку. Описание, сделанное Ниной Павловной, конечно же, подходило странному пациенту из отделения. Но с другой стороны, под такое описание можно было притянуть за уши добрую половину города. А потому надеяться на слова пожилой женщины она не стала. Единственным, что беспокоило Лену, было то, что в состоянии лихорадочного забытья Андрей Старобогатов попросил ее найти именно этот адрес. Когда Лена спросила у Нины Павловны, знала ли она этого бизнесмена, то хозяйка лишь изумленно покачала головой и тут же добавила. «Ой, нет, милая, я с этими богачами дел никогда не водила. А когда в молодости в ресторане работала, то все люди еще тогда были равны. Понимаешь, о каких временах я речь веду. А сейчас все на одних миллионах замешано». В этот момент тихонько скрипнула калитка, а через секунду кто-то с шумом ударил входную дверь. В глазах Нины Павловны заблестели радостные огоньки. «Кирюша наш пришел, наверняка проголодался. Ох, сейчас я ему на стол соберу. Коль, будь добр, пойди, открой!» Мальчуган с радостью бросился исполнять просьбу бабушки. Но как только Коля распахнул дверь, то вместо молодого бродяги на пороге увидел довольно крупного пса, который тут же принялся облизывать маленького хозяина дома с ног до головы. «Ой, байкал, прекрати, ну чекотный же!» – захохотал Коля и прижался спиной к стене. Пес по-свойски проследовал за ним, из чего Лена сделала вывод о том, что питомец совершал такие визиты неоднократно. «Ух ты, байкал, пожаловал! А где ж Кирилл?» «Эх, и почему Господь вас людским языком не наградил? Вижу ведь, что знаешь, а сказать не можешь!» – со слезами в глазах сказала Нина Павловна. Словно в подтверждение ее слов, пес призывно гавкнул и завелел хвостом. Лена улыбнулась. «Ого, какой понятливый! Прямо на лету улавливает!» Байкала дядь Кирилл нашел на свалке, раненым. Его то ли машина сбила, то ли еще чего. Вот он принес его к себе в лачугу и выходил. «И с тех пор Байкал и дядь Кирилл неразлучны», – пояснил Коля, не переставая гладить пса. Лена с уважением посмотрела на мальчика и на его питомца. А у меня в детстве не было ни собаки, ни кошки. Отчим животных на дух не переносил, а мне так хотелось. Однажды я принесла домой щенка, но он его нашел и продал соседям за бутылку. С тех пор у меня никого не было. А сейчас живу на съемной квартире и не могу позволить себе держать никого. Нина Павловна с нескрываемой нежностью посмотрела на гостью. «Леночка, тебе, если нужна комната, чтобы снять, приходи ко мне. Я много не возьму, а то и вообще просто так живи. Вижу, человек ты хороший. Чего же не помочь?» Лена смущенно опустила глаза. «Спасибо, Нина Павловна, но я и так вам всюду должна. Вон, Коля за меня в автобусе заплатил, но я обязательно верну долг, честно». «Не долг, а услугу, тетя Лен. Давай я научусь у тебя тем двум приемам, о которых ты мне рассказывала. Вот это и будет оплатой. Договорились?» По-детски бесцеремонно вмешался в разговор Коля. Лена улыбнулась. «Договорились, дружок?» «Конечно». Посидев еще немного за столом, Лена допила чай с липовым цветом и медом, а потом засобиралась домой. По правде говоря, она уже клевала носом и боялась, что может уснуть прямиком на кухне. Ситуация осложнялась еще и тем, что на обратную дорогу денег у санитарки все так же не было, а значит, снова придется идти пешком. «Ну, ты и заходи, если что. Мы всегда тебе рады. Не забывай!» Радушно улыбаясь, сказала Нина Павловна и украдко ее перекрестила. В то время, как Лена добиралась домой, в отделение хирургии разворачивались совсем другие события. А началось все с того, что в кабинет к заведующему отделением Валерию Андреевичу без стука вошла немолодая супружеская пара. Одежда незнакомцев явно выдавала в них людей состоятельных, что не ускользнуло от внимания дежурной медсестры. Оторвав взгляд от рабочих документов, Валерий Андреевич поинтересовался. «Здравствуйте. Чем, собственно говоря, обязан? Давай присаживайтесь, рассказывайте». Гости помедлили немного, а потом мужчина сказал. «Меня зовут Старобогатов Валентин Игоревич, отец Андрея Старобогатова, который поступил к вам в отделение сегодня ночью с приступом острого аппендицита». Валерий Андреевич сразу оживился, а в голосе его зазвучали елейные нотки. «Абсолютно верно. Я лично проводил операцию, поскольку понимал, что дело очень серьезное». «Скажите, а с нашим сыном все хорошо? Ему действительно уже легче?» Вмешалась в разговор женщина, Александра Васильевна. Поскольку заведующий лично проводил плановый обход, то о состоянии Андрея был осведомлен лучше всех остальных. «Да, вашему сыну уже заметно полегчало. Еще он пришел в себя. Правда, пока слаб, но если очень хотите его увидеть, я организую встречу. Правда, недолго. Не больше пяти минут, пожалуйста». Валентин Игоревич с благодарностью посмотрел на заведующего. «Это было бы очень любезно с вашей стороны. Спасибо вам. Понимаете, сегодня утром мы вернулись из длительной заграничной командировки. Ну, сразу к сыну поехали, а его-то нет нигде. Мы к невестке, а она только руками разводит, ничего не понимает. Мол, уехал под утро, а где сейчас, не знаю. Ну, мы, конечно, связи свои подняли. В больнице, морги, полиция. В общем, по сводкам прошло, что сын наш в хирургию попал. Вот мы сразу к вам». Валерий Андреевич сочувственно кивнул, после чего вызвался лично проводить богатых гостей в палату их сына. Мысленно заведующий уже прокручивал в уме хитроумную комбинацию, когда он сможет разжалобить влиятельных бизнесменов и получить от них энную сумму в виде благодарности. Естественно, все это будет происходить под видом реконструкции и ремонта отделения. Но кто или что помешает Валерию отщипнуть от этой суммы самую малость? Ну, половину там или чуть больше. А при удачном стечении обстоятельств можно забрать и все. Ведь не зря же он посреди ночи сорвался из дома, чтобы спасти сыночка старобогатого. Мог ведь и дежурного хирурга вызвать, а взял все на себя. Так что теперь уж будьте добры платить по счетам. С видом туристического гида Валерий Андреевич привел старобогатовых к нужной палате. Первым внутрь вошел Валентин Игоревич, а уже за ним супруга, Александра Васильевна. Заведующий намеренно вошел последним, чтобы не мешать родителям общаться с сыном. И вот тут-то произошло самое удивительное. Увидев бледного изможденного парня, лежащего на кушетке, Валентин Игоревич вдруг изменился в лице и обратился к заведующему. Скажите, пожалуйста, а это вообще кто? Вы что, ошиблись палатой или подшутить решили? Это же не наш сын, понимаете? Это кто-то другой. Куда вы нас привели и что здесь вообще происходит? От изумления у Валерия Андреевича отвисла челюсть. Как не ваш сын? А кто же это тогда? Да нет, не может этого быть. Ага, вы это отцу говорите? Я что, собственного сына от самозванца не отличу, что ли? Взвился Валентин Игоревич. Но ведь в пиджаке при нем были найдены водительское удостоверение на его имя. Вот, посмотрите, они сейчас у нас. Сказал заведующий и достал из кармана халата кусочек пластика. Бизнесмейл взял в руки водительское удостоверение и сукоризно и посмотрел на врача. Абсолютно верно. Это удостоверение действительно принадлежит нашему сыну. Но этот пациент не он, не Андрей. Да, он похож на него, но не более того, понимаете? Значит, это внешнее сходство. Робко сказал Валерий Андреевич и ухватился за эту идею, как утопающий за спасительную соломинку. Ну, что ж, я посреди ночи буду разбираться, ваш это сын или нет. Документы найдены, значит, человек опознан. Что вы от меня-то хотите, я врач, а не полицейский. В этот момент Александра Васильевна незаметно тронула супругу за руку, призывая его успокоиться и начать мыслить более здраво. В этот момент лежащий на кушетке парень открыл глаза и посмотрел на гостей испуганным взглядом. Валерий Андреевич подошел к нему почти вплотную и тихонько сказал. Эй, парень, откуда у тебя документы и вещи нашего сына? И как тебя вообще зовут? Только давай начистоту, иначе я вызову полицию. И тогда будешь давать показания уже в тюремной больнице. Ты что, ограбил его? После таких слов пациент побледнел еще больше, а на лбу выступила липкая испарина. Он с надеждой посмотрел на Валерия Андреевича, надеясь на его поддержку. Но заведующий понял. Перед ним лежит самозванец, а значит, церемониться с таким гостем явно не стоило. Я жду. Считаю до трех. Или вызываю полицию. А после лечения в тюремной больнице и выписки, ты запоешь уже как миленький, уж поверь мне на слово. Мы, старобогатые, всегда добиваемся того, что хотим, сказал Валентин Игоревич тихим властным голосом. Парень собрался с духом, а потом прошептал с трудом, шевеля пересохшими губами. Я нашел эти вещи в мусорной корзине, недалеко от парка. Вообще-то я бездомный, ну, бродяга в общем. Смотрю, вещи хорошие. Вот и думаю, дай приоденусь. Взял их на свою голову. У меня как на грех. Весь вечер в правом боку болело. То колет, то тянет. Думал, съел что-то не то. Надел вещи эти, но не успел из парка выйти, как плохо мне стало. В общем, упал на землю и потерял сознание. Очнулся уже здесь. А все мне почему-то говорят Андрей. Хотя, на самом-то деле, я Кирилл. Кирилл Петров, воспитанник детского дома номер два. Родителей своих не знаю и с вашим сыном я, наверное, просто похож. Вот в больнице меня с ним и перепутали. Валентин Игоревич перевел взгляд на заведующего отделением, словно желая увидеть в его глазах одобрение. По опыту врач чувствовал, что лежащий пациент говорит правду. Поскольку в таком состоянии человеку очень сложно придумать более-менее внятную легенду для того, чтобы обмануть такого проницательного бизнесмена, как Старобогатов-старший. «Ну и что нам теперь дальше делать?» спросил Валентин Игоревич. Заведующий пожал плечами, а потом предложил осмотреть личные вещи их пропавшего сына, Андрея. «Ладно, лежи уж пока в этой палате. Трогать тебя не буду, выздоравливай. Но если выяснится, что ты виноват в каком-то преступлении, не обессудь. Полицию вызову сразу», сказал бродеге напоследок отец. Тем временем, волнение родителей только усилилось. В глазах Александры Васильевны заблестели слезы, когда она увидела, что рубашка их сына в одном месте перепачкана чем-то красным. Валерий Андреевич поморщился, после чего сказал. «Я, конечно, не эксперт-криминалист, судить не берусь, но мне кажется, это кровь. А еще, скорее всего, бродяга водит нас за нос. Небось, напал на вашего сына и вещь себе забрал». Александра Васильевна с сомнением покачала головой. «Да нет, что-то не сходится во всем этом. Да и парень показался мне слишком жалким. Вот не верится мне в то, что он врет. К тому же, где машина нашего сына, если бродяга взял только одежду?» Валентин Игоревич с уважением посмотрел на свою супругу. Он всегда считал, что Саша очень проницательна и способна замечать то, что не видят другие. Пообщавшись с заведующим, супруги решили еще раз побеседовать с невестой их пропавшего сына, Виолеттой. По правде говоря, эта знойная красотка не понравилась им с самого начала, поскольку вела себя вызывающе, называя себя дочерью успешного бизнесмена. Но непосредственно самого влиятельного отца они никогда не видели. А потому о размерах его богатств могли лишь догадываться. К тому же, старобогатовые предпочитали не лезть в личную жизнь своего сына, предоставив ему полную свободу действий. Примерно два дня назад Андрей вдруг перестал выходить на связь. Телефон его молчал, а друзья не знали, где он находится. Хотя все знакомые в один голос указывали на Виолетту, намекая на то, что большую часть времени молодой бизнесмен проводил именно с ни с кем другим. Увидев на пороге своих несостоявшихся свекры и свекровь, Виолетта заметно напряглась, а потом спросила. «Кофе будете? Я сейчас скажу горничной, чтобы приготовила». Александра Васильевна поморщилась. Несмотря на свое богатство, она всегда готовила сама и не принимала на работу прислугу ни при каких условиях. «Да, мы бы не отказались от чашечки кофе. У нас есть к тебе серьезный разговор, Виолетта, предупреждаю сразу. Он будет очень серьезным. И от того, насколько ты искренне нам ответишь, будет зависеть дальнейшее будущее и твое, и Андрея». Андрея, с расстановкой сказал Валентин Игоревич. Девушка усмехнулась, а потом сказала. «Ну что ж, проходите на кухню. А что до Андрея, мне кажется, он опять со своими дружками на рыбалку укатил. Он в последнее время этим просто грезит». «Рыбалка? Но наш сын никогда не любил рыбалку», – удивленно воскликнула Александра Васильевна. «Виолетта с укором посмотрела на свекровь. Но не знаю. Может, об этом просто не говорил? А сейчас у него новое хобби появилось». Валентин Игоревич задумался. Услышанное от Виолетты звучало немного странно. И мало вязалось с тем, что рассказывал ему сын во время нечастых телефонных разговоров. «Ну, не знаю, Виолетта. По-моему, Андрей обязательно бы рассказал мне как отцу о том, что увлекся таким делом. Знаешь, мы с ним были очень всегда близки. Вот машина – это его. А рыбалка? Не думаю. Мне кажется, тут что-то другое». «Ну, вам виднее. А мне тоже такие отношения не очень-то нравятся. Пропал на двое суток, а я сижу, что кукушка в окошко выглядываю. Все жду, когда он заявится. Телефон молчит. Друзья ничего не знают. Может, у него вообще? Другая завелась?» Александра Васильевна обидчиво поджала губы. «Нет, наш сын не такой. И вообще, не говори, пожалуйста, о нем так, Виолетта. И еще мы собираемся обратиться в полицию. Поэтому, если ты что-то знаешь, лучше расскажи нам сразу. Потом помочь мы тебе уже не сможем». При упоминании о полиции Виолетта вдруг заметно занервничала. Впрочем, на ее последующий ответ это никоим образом не повлияло. «Нет, Александра Васильевна, я уже все сказала. Не знаю, где ваш сын шляется. Спрашивайте лучше его дружков, знакомых, коллег. Может, они чего знают?» Дом своей несостоявшейся невестки, чета старобогатовых, покидала в самых расстроенных чувствах. День, который вроде начинался так позитивно, грозил окончиться полнейшим фиаско. Мало того, что они и нашли Андрея, так еще пришли в больницу к какому-то незнакомому парню, имевшему неосторожность облачиться в одежду их пропавшего сына. Сидя в своем кабинете, заведующий хирургическим отделением Валерий Андреевич пытался найти выход из сложившейся ситуации. Еще каких-то час-полтора назад он надеялся, что успешная операция сыну влиятельного бизнесмена поможет улучшить дела в отделении. А теперь, когда все могло обернуться провалом, он мучительно искал пути решения. В какой-то момент мысль об этом настолько утомила заведующего, что он потянулся к телефону, чтобы позвонить Елене. При этом его не смутило, что по воле своей прихоти он заставил санитарку отработать две смены подряд. Лене оставалось пройти каких-то полсотни метров к дому, когда в кармане призывно зазвонил телефон. Увидев имя звонившего, она едва не лишилась чувств. «Ну вот, что опять ему от меня нужно?» – подумала Лена, но звонок все же приняла. Заведующий намеренно выждал небольшую паузу, а потом перешел к главному. «Слушай, Лен, а ты о чем там с этим бродягой ночью шепталась? Ну, Катя мне все рассказала, так что врать не советую. Да, она видела, что этот бедолага о чем-то тебя попросил. Так что он там себе говорил? Тут дело такое, его в преступлении обвиняют, в нападении на одного бизнесмена. Случаем он тебя в сообщнице не звал? А то смотри, я от колонии тебя спасти явно не смогу. Привлекут за соучастие, вовек не отмоешься». От возмущения у Лены перехватило дыхание. «Меня? Привлекут? За что? Я была на своем рабочем месте. А парень позвал меня, я вошла. Он назвал мне всего один единственный адрес и снова отключился. Лесная, дом 7. Там живет бабушка Нина Павловна вместе с внуком Колей. Ну что еще-то от меня нужно?» Понимая, что в разговоре он перегнул палку, Валерий Андреевич мягко сдал назад. «Да ладно, Лен, ты не психуй. Понимаю, все мы сейчас на нервах. Отдохни, выспись. В общем, выходной у тебя сегодня. А завтра на работу в первую смену. Ладно, все, давай». Она не успела ее рта открыть, как заведующий снова прервал звонок. От усталости молодая санитарка буквально валилась с ног. Открыв дверь своего флигеля, она кое-как добралась до спальни и рухнула спать, не снимая одежды. В это время в палате хирургии бродяга по имени Кирилл Петров усердно думал, что ему делать дальше. По правде говоря, он очень боялся не за себя, а за Нину Павловну, который пообещал утром сходить за лекарствами. Но так как вечером ему стало плохо, то сделать он этого, разумеется, не мог. А потому он мог только надеяться на помощь незнакомой ему санитарке. Да и вообще, помнит ли она о его просьбе? А вдруг забыла? Всякое бывает. Помимо этого, Кирилл опасался, что сотрудники полиции обвинят его в нападении на этого молодого бизнесмена, чьи вещи он случайно нашел в мусорной корзине. Вообще-то нашел их даже не он, а вездесущий Байкал, который по привычке осматривал кусты и мусорные корзины в поисках чего-нибудь интересного. Вот он-то и вытащил этот самый злополучный пиджак вместе с брюками и рубашкой. Многозначительно поскуливая и виляя хвостом, пес принес вещи Кириллу и уложил их под ноги хозяину в качестве дара. Хотя молодой бродяга и не особо-то разбирался в торговых марках и мировых брендах, он сразу понял, ли он лежащая перед ним находка очень хорошего качества. При этом вещи были практически чистыми, за исключением небольшого пятнышка на рубашке. «Ничего, постираю», – подумал он и побрел в кусты переодеваться. Конечно, для нормального человека это было немыслимо. Но если ты половину жизни провел в детском доме, а вторую половину тебя воспитывала улица, то вопрос о том, можно ли надевать чужой или нет, отпал сам собой. К удивлению многих, старобогатого в полицию обращаться не стали, поскольку у Валентина Игоревича имелся на примете частный детектив, который и должен был заняться поиском их пропавшего сына. По неизвестной причине бизнесмен почувствовал, что Виолетта, хоть и пыталась выразить искреннее недоумение, явно что-то скрывала или не договаривала. Выбранный старобогатовыми кандидат Глеб Викторович Воронин уже имел опыт работы в частном сыске, поскольку отдал много лет жизни службе в полиции. Приступив к делу, детектив сразу наметил самые перспективные направления в розыске. Первым делом начал слежку за Виолеттой. Для этого прикрепил к автомобилю девушки небольшой жучок, чтобы иметь возможность следить за ней на расстоянии. Но больше всего Глеба Викторовича интересовало совсем не это, а то, где находится пропавшая машина бизнесмена. Ведь именно она могла пролить свет на многие вещи. А потому для организации масштабных поисков в режиме инкогнито Глеб Викторович привлек своих уличных братьев, как он называл бездомных мальчишек. Раздав каждому деньги и продуктовые наборы, он выдал подросткам фотографии машины Андрея и попросил тщательнейшим образом осмотреть все дворы и закоулки. Опытный детектив знал. Беспризорники порой действуют лучше любых сущиков и могут дать результат намного раньше всех остальных. Примерно через полтора часа искомый автомобиль был найден за городом, стоящим в кювете и забросанном ветками деревьев. В том, что произошло что-то нехорошее, Глеб Викторович уже не сомневался. В салоне бизнесмена не было, а других следов на первых парах найти не удалось. Понимая, что нужно рыть носом землю, он приступил к детальному изучению машины, осматривая каждый миллиметр салона, чтобы найти хоть какую-то зацепку, которая могла бы привести к разгадке тайны исчезновения бизнесмена. Вот тут въедливого детектива поджидала настоящая удача, когда он наткнулся на небольшую камеру, которая служила видеорегистратором и снимала то, что происходило в салоне, а не за его пределами. К счастью, запись сохранилась на удаленном сервере, и вскоре Глеб смог ее посмотреть. От того, что на ней хранилось, опытному сыщику сделалось не по себе. Как выяснилось чуть позже, похищение Андрея Скоробогатого с целью выкупа организовала Виолетта, которая вместе со своим сводным братом Максимом занималась мошенничеством и грабежами. На самом деле, Виолетта и ее брат были сиротами, а их родители погибли в местах лишения свободы много лет назад. Затаив слобу на всех богачей, они грабили их и проворачивали аферы с завидной регулярностью. И крошечная видеокамера, стоящая в салоне автомобиля Андрея, запечатлела этот момент похищения. А потому, чтобы найти молодого бизнесмена, Глебу Викторовичу пришлось обратиться к стражам правопорядка, которые когда-то были его коллегами. При этом многие из сотрудников полиции не скрывали своей озабоченности тем, что, скорее всего, найти парня живым уже не удастся. Поисковые группы с собаками, отряды волонтеров и даже родители бизнесмена стали широкой цепью прочесывать местность недалеко от обнаруженной машины. Все это время Виолетта и Максим находились в участке, где отказались давать какие-либо показания. Поиски длились уже около часа, когда в небольшой избушке, расположенной в труднодоступном участке леса, был обнаружен Андрей. Как выяснилось позже, он уже два дня томился в неволе, одетый в старую неприметную одежду. Раньше эта избушка служила подспорьем для охотников или заблудившихся людей, а теперь стала тюрьмой для похищенного обманом бизнесмена. Все это время Андрей по большей части спал и очнулся лишь тогда, когда услышал голоса поисковиков, вызывавших его по имени. Стоит ли говорить о том, сколько слез было пролито Александрой Васильевной, когда она увидела сына живым? Так уж вышло, что через час после этого Андрей Старобогатов и Кирилл Петров оказались соседями по палате и даже имели возможность переговариваться друг с другом. Андрей оценил нелепость ситуации, произошедшей с бродягой и даже посочувствовал ему. Тем более он понимал, что Виолетта и Максим, опоив его снотворным, сняли с него одежду, намереваясь ее уничтожить вместе с документами. Но потом, по какой-то причине, попросту выбросили в мусорную корзину, думая, что этого хватит, чтобы замести следы. Когда на следующий день Лена пришла на работу, ее ждал большой сюрприз. Вместо одного пациента в палате теперь лежало двое. Андрей и Кирилл действительно были очень похожи друг на друга и при определенных условиях с легкостью могли бы сойти за братьев. Узнав историю своего двойника, Андрей проникся к нему симпатией и даже предложил устроиться на работу, как только они выпишутся из больницы. Кирилл вначале отказывался, но потом, взвесив все за и против, согласился. А что такого, если хороший человек предлагает тебе помощь? Ну не зря же судьба свела их вместе, скрутив воедино подобно хитроумному узлу. Виолетту и Максима в тот же день заключили под стражу. Адвокат битый час пытался добиться для них освобождения под залог, но, в конце концов, юристу было отказано в этом. Вскоре уже от Лены о произошедшем узнала Нина Павловна и маленький Коля, который тут же выразил желание навестить дядю Кирилла в больницы, а там, где мальчик, там и вездесущий дружок, Байкал, чей громкий лай переполошил весь корпус. Глядя на весело горцующего во дворе пса, пациенты с улыбкой выглядывали в окна и махали ему руками. Незаметно пролетело две недели, за время которых Кирилл и Андрей окончательно поправились и выписались из клиники в один день. Глядя на их радостные лица, Лена не могла сдержать улыбки. В глубине души она считала бизнесмена и бродягу своими друзьями, хотя самые искренние чувства испытывала она именно Кириллу, который за время общения умудрился подобрать ключи к ее сердцу. Конечно, все это не случилось в один миг и произошло на уровне подсознания, когда разумом руководит сердце, способное дарить только любовь и взаимную нежность. Так бывает, когда люди долгое время ищут свою половинку, а найдя, чувствуют такое единство, что единственным выходом становится только совместная жизнь. Примерно через полгода Лена и Кирилл сыграли скромную свадьбу, на которую были приглашены коллеги, друзья и просто знакомые. Были там как Старобогатого в полном составе, так и Нина Павлова с внучком Колей. С некоторых пор мальчишка стал называть Кирилла и Лену своими родителями, веря, что отныне у него будет своя, настоящая семья. Нина Павловна улыбалась и, согласно кивая головой, благословила молодоженов на долгую счастливую жизнь. А ведь теперь она может быть спокойна за будущее своего внука, у которого, наконец, появились любящие папа и мама. Спасибо, что досмотрели историю до конца. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для меня это очень важно. Всего доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!